Привет друзья, меня зовут Виталий Глебочкин, и в этом видео я расскажу вам о том, как экспортировать настройки пресетов Lightroom, а также плагинов для фотошопа в 3D LUT Creator и на основе их создавать лут файлы. Многие скажут, зачем так делать, ведь фото можно обработать в Lightroom или том же фотошопе, и они будут отчасти правы, однако видеографы их не поддержат. Сейчас вышло довольно большое количество пресетов для Lightroom, например, пресеты компании VSCO. Конечно, ими можно обрабатывать видео, предварительно конвертировав его в последовательность фотографий, потом закинуть это все в Lightroom, обработать, вывести и снова загрузить в видеоредактор. Но если вам жалко ваше время и компьютеры, то вы можете воспользоваться более быстрым способом с помощью 3D LUT Creator. При работе с фотографиями польза 3D LUT Creator состоит в том, что экспортируемые Lightroom'овские пресеты можно будет в дальнейшем применять с масками по различным областям фото и включать их в экшены для пакетной обработки в фотошопе. Для экспорта настроек в 3D LUT Creator нам понадобится файл HALT, который представляет собой все возможные оттенки пространства RGB. Его можете скачать по ссылке под видео. Первое, на что следует обратить внимание, это на соответствии цветовых профилей редактируемого фото или видео файла и файла HALT. Они должны совпадать. То есть, если ваше видео находится в цветовом пространстве srgb, то исходному файлу HALT должен быть присвоен профиль srgb, а также он должен быть выведен из Lightroom'а или фотошопа в том же цветовом пространстве. В противном случае цвета не будут совпадать. Давайте я вам покажу, как можно определить цветовой профиль файла HALT. Для этого нам нужно загрузить его в фотошоп. Откроем меню Edit, Convert to Profile. В пункте Source Space будет показан профиль нашего файла. В данном случае это srgb. Чтобы присвоить ему новый профиль, перейдем в пункт меню Edit, Sign Profile. Обратите внимание, что в пункте Working RQB указывается рабочее пространство фотошопа, которое к цветовому профилю файла не имеет отношения. И далее в выпадающем списке про файл выбираем нужный нам профиль. В данном случае исходный профиль нас устраивает и можно все оставить так, как есть. Давайте теперь откроем Lightroom. Выберем какое-нибудь изображение, допустим вот это. Это может быть также кадр из видео и применим к нему какой-нибудь пресет. Допустим вот такой. Второе, на что следует обратить внимание, это настройки Lightroom, которые могут быть экспортированы. Это настройки, изменяющие цвет и контраст изображения. Остальные настройки, которые изменяют саму структуру изображения, либо используют тональную компрессию, не могут быть экспортированы. Давайте их перечислим. Не будут экспортированы изменения, сделанные с помощью локальных коррекций верхнего блока инструментов. Ползунки Highlights, Shadows, Clarity, а также блоки Detail, Lens Correction и Effects. Все остальное успешно экспортируется. Итак, давайте вернем в исходное положение ползунки Highlights, Shadows. Clarity у нас стоит в нуле. И отключим блоки Detail, Lens Correction и Effects. Также на этом изображении отключение ползунка Highlights можно компенсировать с помощью кривой, высветлив немного блики. Примерно вот так. Теперь можно скопировать настройки, нажав Ctrl-Shift-C. При этом появится окно, в котором можно отключить настройки, отвечающие за локальные коррекции изображения. Это локальные настройки кисти и градиентов, локальная ретушь и кадрирование. Остальные настройки можно не трогать, так как мы их отключили. Поэтому Highlights, Shadows, Lens Correction, Effects, Noise Reduction с резкостью мы оставляем как есть. Нажимаем копировать. Далее открываем наш Highlights файл, который мы уже загрузили в программу и нажимаем Ctrl-Shift-V. Теперь к данному файлу применен наш Lightroom пресет. Затем этот файл нужно экспортировать. Нажимаем правой кнопкой, выбираем экспорт. И третье, на что следует обратить внимание, это настройки экспорта. Назовем файл Tone1Halt. В настройках файла нужно выбрать TIFF без компрессии 16 бит и выбрать наш цветовое пространство srgb. Также нужно будет отключить настройки размера изображения, выходную резкость и также водяные знаки. Нажимаем экспорт. Придем на рабочий стол, вот наш файл. Давайте теперь откроем 3D Load Creator. Загрузим в него наше изображение. Перейдем на вкладку Mask и загрузим наш Halt файл. В выпадающем списке выберем Input. Таким образом мы добились точно такого же эффекта, как в Lightroom. Можно сравнить эти изображения. Это у нас Lightroom и 3D Load Creator. Благодаря тому, что наш внешний лут файл подгружается перед настройками программы, как вы можете это видеть вот на этой схеме, мы можем к данному изображению применить какие-то коррекции, какие мы считаем нужным. Допустим, здесь можно немножко нормализовать тон кожи. Сделаем это вот так. Он теперь у нас будет менее магентовый и в нем будет больше оранжевых оттенков. Давайте посмотрим до-после. Это у нас было до, и вот это стало после коррекции. И теперь, если мы захотим данный пресет использовать в каком-то видеоредакторе, можем перейти в меню файл, выбрать экспорт 3D Load File и в зависимости от нашего видеоредактора выбрать расширение нашего 3D Load File. Также мы можем экспортировать данное изображение Photoshop, нажав LUT2PS. Если у нас Photoshop закрыт, он у нас откроется, в него загрузится наше изображение, а поверх него появится новый корректирующий слой с нашим лутом. Посмотрим. Было-стало. Закроем эту картинку. Перейдем давайте снова в Lightroom. Теперь применим к этому изображению другой пресет. Допустим, вот такой. Опять проверим настройки. Отключим Detail, Lens Correction и Effects. Нажмем на клавиатуре Ctrl-Shift-C. У нас локальные коррекции уже отключены. Нажмем копировать, выберем наш Halt File, сбросим его настройки на начальные и применим новые настройки Ctrl-Shift-V. Теперь нам осталось его экспортировать. Допустим, это у нас будет Tone 2 Halt. Настройки экспорта здесь остались прежними, как вы видите. Откроем 3D Load Creator, сбросим настройки сетки на начальные. Перейдем во вкладку Mask и выберем внешний лут файл. Ну и вот, что мы видим. Кроме того, в 3D Load Creator можно управлять воздействием данного пресета на изображение с помощью маски. То есть здесь мы можем изменить воздействие пресета на тень изображения или на его света. Давайте теперь попробуем изменить другое изображение. Например, вот такую картинку я вам подобрал. Это утренний осенний пейзаж. И с помощью вот такого пресета мы можем придать ему загадочности. Вернем ползунки в начальное положение. И отключим блоки Detail, Fence Correction и Effects. Копируем настройки. Перейдем в наш Halt файл. Сбросим настройки в начальные и Ctrl Shift V вставим настройки нашего изображения. И теперь давайте его экспортируем. Пусть это будет Tone 3 Halt. Откроем теперь 3D Loot Creator. Загрузим в него нашу новую картинку. Как мы видим, старый пресет тоже довольно неплохо лег на это изображение. И загрузим внешний Loot файл. Получаем вот такое изображение. И давайте еще с одной картинкой попробуем сделать то же самое. Выберем вот такой пресет. Еще раз проверим настройки. Highlights, Shadows, Clarity. Отключим Detail, Lens Correction и Effects. Скопируем настройки. Придем в наш Halt файл. И экспортируем его. Пусть это будет Tone 4 Halt. Перейдем в 3D Loot Creator. И закинем в него наше изображение. И выберем внешний Loot файл. Еще раз посмотрим. Вот это у нас было до. И вот после. Попробуем теперь экспортировать настройки плагинов для Photoshop. Откроем Photoshop. Загрузим в него, ну допустим, вот это изображение. И откроем такой плагин. Наверняка всем вам он уже давно известен. Это ColorFX Pro. Опять же еще раз повторюсь, что не все пресеты данного плагина вы можете использовать. Только те, которые изменяют контраст изображения и его цвет. Допустим, мы выбрали пресет, который называется Cross Processing. Давайте выберем какой-то цвет. В принципе изначально стоял неплохой. Тестаем его. Давайте добавим еще какой-нибудь фильтр. Который работает только с цветом и контрастом. Допустим, вот этот. Нажмем ОК. Получили вот такое изображение. Вид то и после. Давайте теперь загрузим в Photoshop наш халт файл. И чтобы применить к нему настройки нашего фильтра, мы можем нажать Ctrl F. Сколько этот фильтр мы использовали последним и его настройки сохранятся. Теперь давайте сохраним этот халт файл. Добавим файл. Shift S. Здесь можно ничего не изменять и сохранить этот файл как PNG. Пусть это будет Tone 5. Откроем 3D LUT Creator. Загрузим в него наше изображение. И применим к нему внешний лут файл. Получаем вот такую картинку. И давайте сравним теперь с тем, что мы получили в Photoshop используя плагин ColorFX Pro. Ну как мы видим картинки у нас абсолютно идентичные. Таким образом вы можете экспортировать настройки пресетов для Lightroom и настройки отдельных плагинов для Photoshop. Сохранять их в форматах 3D LUT файлов, которые воспринимаются программами для редактирования видео. И применять уже настройки этих пресетов к вашим видео файлам. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Вступайте в официальную группу программы. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Надеюсь этот видео урок был вам полезен. С вами был Виталий Глебочкин. Всем пока. До новых встреч.